Музыка Всем привет, это канал VOTish News Tech И я постоянный ведущий канала В принципе это я и создатель Я и снимаю видео Я и монтирую контент И так далее, и так далее, и так далее Пока что все делаю сам Но суть не в этом, суть в том, что Я хотел бы сегодня с вами поговорить На очень интересную тему Это весьма деликатная тема в интернете Ходят очень сильные споры Очень сильные и интенсивные рассуждения На эту тематику И я хотел бы все-таки Немножечко разобраться Почему это все происходит И почему так вот Интернет реагирует на эту тему Тема заключается в том Что лучше iOS или Android Важный аспект Почему какая-то из операционных систем лучше И вообще Почему, к примеру Одна из операционных систем Она намного популярнее Точнее Android То есть, ну, в данном случае Nexus 7 будет олицетворять Android И олицетворять iOS будет iPad 4 То есть, как бы, вот два планшета Можно сказать, правда, они немножечко Разной весовой категории В плане того, что это 10-дюймовый планшет 9,7 Это 7-дюймовый Но в данном случае Непосредственно, что касается Самой операционной системы Немного о iOS Что касается Apple То она очень известная компания Как вы знаете, да Она имеет очень большую историю Очень многое было завязано На основателе Apple Стиве Джобсе То есть, многие, в принципе, и говорили Что после смерти Стива Джобса Компания завалится Там не будет инновационности Не будет каких-то фишек Не будет каких-то новинок В принципе, по сути, и сейчас И нету таких глобальных новинок Но, несмотря на это Это номер один компания В технологиях Инноватор в многих сферах Еще до сих пор остается И, в принципе, я думаю, что Если в этом году Осенью И в начале следующего года Компания представит Какие-то новые продукты Я думаю, что это будет Еще больший прорыв для технологий Для компаний и так далее Но я хотел бы поговорить Немножечко не только О самой компании Apple А о том, что с собою Повлекло развитие компании Apple Согласитесь, что Планшет, который я сейчас держу До iPad В принципе, как таковых планшетов не было Не было То есть, были какие-то Ну, графические планшеты Были какие-то еще там вещи Может быть Но вот полноценно Как мы понимаем В это слово Планшет То есть, его просто На самом деле Не существовало И это как бы Новый рынок Который Apple Родила То есть Который, кстати Собою же Убил рынок Нетбуков Собою породил Рынок Ультрабуков И потихонечку Начинает убивать Рынок ноутбуков То есть Все меньше и меньше Продаж И в принципе Даже Подрывает Рынок продаж Стационарных компьютеров То есть И Мы находимся В эре Пост Компьютерной Можно так сказать То есть Персональные компьютеры Становятся намного Меньше Проще Удобнее Интуитивнее Умнее Мощнее И так далее То есть Ну вот К примеру Взять тот же самый Nexus 7 Согласитесь Что У большинства Из нас Компьютеры То есть Ну может быть Там года 2 3 назад Которые мы покупали Там может быть 4 года Ну кто там В игры не играет А для домашнего Использования Просто Послабее Чем Nexus 7 В каком компьютере 4 ядра По 1.5 ГГц То есть У меня В моем Компьютере На Windows Там двухядерный По 2.6 По моему Или 2.5 Ну где-то так То есть Ну правда У меня оперативки Больше там 4 ГБ Да Тут 2 всего лишь Там у меня памяти Чуть побольше Ну как бы По параметрам В принципе По сути Они начинают догонять И по функционалу Кстати тоже Очень скоро Они в определенном формате Догонят Стационарные компьютеры И разделятся Между собой То есть Все то Что можно Использовать На планшетах Будет использоваться На планшетах Все то Что можно Использовать На компьютерах И нужно К примеру Опять же Тот же самый Видеомонтаж Более какая-то Промышленная работа То есть Какие-то Более серьезные Проекты Они так и Останутся На компьютерах Потому что Большие мониторы Намного Большая Мощность Вычисления То есть Особенно Что касается Кинопроизводства Или же Каких-то Более Таких Мощных Вещей Там К примеру Суперкомпьютеры Которые Используются Для Вычисления Движения Тектонических Плит На земле То есть Явно Планшеты Они не будут Исчислять Непосредственно На такую Мощность Потому что Там Сотни тысяч Процессоров Сотни тысяч Оперативной Памяти Огромнейшие Объемы Основной Памяти И вообще Все это Очень сложно Ну ладно В принципе Я как бы Немножечко Забежал Наперед IES И Андроид Да IES и Андроид Две Операционные Системы Почему люди Любят IES И почему Люди Любят Андроид